Зачем подбросили покалеченную модель к дому внука Никиты Михалкова? Как пьяная Рената Литвинова бросилась на машину в свой день рождения? Как Инна Чурикова смогла без паспорта покинуть Испанию? Все ответы на эти и другие вопросы сегодня на канале Сплетники. Рената Литвинова в день своего 53-летия попала в довольно неприятную историю. Ее сбила машина. В прессе сразу же появились заголовки типа вот этого пьяная Литвинова бросилась под машину. Как это частенько бывает, все оказалось совсем не так. Как вы наверняка знаете, актриса никогда не была излишне торопливой дамой. Вот в этот раз это качество сыграло с ней нехорошую шутку. На самом пешеходном переходе ее действительно зацепил автомобиль, от которого она то ли не смогла увернуться, то ли водитель устал ждать, когда Рената наконец закончит свой плавный переход. В целом актриса отделалась легким испугом и зашитой царапиной на подбородке. Все закончилось хорошо, и Литвинову нашла силы устроить праздничную вечеринку. Земфира очень нежно поздравил свою подругу с днем рождения, сказав, что она самый главный человек в ее жизни. Удивительная, уникальная женщина. Самый важный человек в моей жизни. Насколько главный и почему, вы можете узнать из видео об их отношениях, которые есть на нашем канале. Вот на экране ссылка. Рената, что вы хотите? Я только хочу лежать и пить шампанское. На неделе началась загадочная история летающей модели Ксении Пунтус. Ее рано утром в кустах в одной футболке и джинсах обнаружил дворник около 4 утра на придомовой территории в Трехпрудном переулке Москвы, когда шмыгал там лопатой. Алкоголем, по его словам, от нее не пахло. На вопрос дворника, что случилось, она промычала свое имя. Он вызвал скорую, а те – полицию. У модели оказались сломаны ноги, кости таза, ребра и травма головы. Как она оказалась в кустах и что там делала, пояснить не смогла. У полиции появилась версия, что девушка могла выпасть из окна дома, рядом с которым ее нашли. В этом доме, как оказалось, находится квартира Андрея Бакова, внука Никиты Михалкова. Соседи Андрея говорят, что вообще видели эту девушку с Андреем несколько раз, а этой ночью в квартиру пришли три пары – парни и девушки. Потом четверо ушли, но через некоторое время вернулись. Только им уже никто не открыл. Потом другие соседи шум слышали, в стену стучали. Сам Баков поясняет, что о происшедшем ничего не знает, ничего не слышал, по приходу домой сразу лег спать и отлично выспался. По словам некоторых знакомых Ксении, она состояла с внуком режиссера в отношениях. Прыгать никуда не планировала, собиралась через день улетать на съемки в Париж. Билеты уже были куплены. Квартиру Андрея Бакова полиция опечатала. В сети начали обсуждать странное поведение семьи Михалковых. Многие не понимают, почему мать Андрея, актриса Анна Михалкова, закрылась и комментарий у себя в Инстаграм, хотя могла хотя бы по их логике выразить сочувствие или поддержку Ксении. Что касается самого Андрея, то он и вовсе удалил все свои аккаунты в соцсетях. Некоторые считают это крайне подозрительным. Какие-то подруги Ксении заявляют о том, что никто никогда не узнает правду этого происшествия. Уже появилась версия о том, что девушку просто подкинули к дому внука режиссера, но это выглядит как-то неубедительно. Инну Чурику обокрали в аэропорту Мадрида. Она с трудом смогла вернуться в Россию, ворам достался ее загранпаспорт. Пропажу сумки Чурикова обнаружила быстро, она вместе с семьей приехала в Испанию справлять Новый год. При этом пострадала не только Инна Михаловна. В украденной сумке лежали два загранпаспорта – Чуриковой и ее мужа, режиссера Глеба Панфилова, и еще российский паспорт ее сына Ивана Панфилова. В итоге улететь в Россию они смогли, только обратившись в посольство. Также пропал кошелек с деньгами и карточками айфона и очки за 90 тысяч рублей. Всего по подсчетам Чуриковой ей причинили ущерба на четверть миллиона рублей. Уже в России она написала заявление в полицию. Пострадала и певица Маруф. В центре Киева вскрыли ее автомобиль и похитили деньги, документы и подарки, которые она приготовила для родных. Всем привет! Только что у меня из машины украли сумку с документами, со всеми новогодними подарками, в общем, совсем, сказать, барахлом. Скажите, пожалуйста, если вы были в это время в районе Богдана Хмельницкого в Киеве, 42, вот тут рядом еще Макдональдс, если вы были вот в этом районе, ребят, и видели, что кто-то бежит с черной сумкой под крокодила, я сейчас фотку тоже размещу, пожалуйста, напишите мне в директ или лучше моему директору сообщение. Может, вы видели, куда люди побежали, потому что там, повторюсь, там были мои документы все. Друзья, инцидент произошел буквально вот, ну, наверное, уже час назад, реально. Если вы что-то видели, если вы увидите у себя во дворе, найдете эту сумку, пожалуйста, обратитесь или напишите. Неужели это месть поклонников танцевальному бомбардиру за изменение звучания? Конечно же, это шутка. На самом деле, это происшествие доставило Анне массу неудобств. Появилась инфа о том, что футболист Федор Смолов сделал предложение Марии Юмашевой, внучке того самого Бориса Ельцина. Вроде как даже намечено бракосочетание на острове Сент-Барт, где-то на Карибах, как только ей исполнится 18. Правда, эту новость пиар-директор Смолова пока не подтверждает. Вот такие новости. Пишите, что думаете по этому поводу в комментарии и подписывайтесь на наш Инстаграм и Телеграм. Там то, что не покажут на Ютубе. Все ссылки под видео. Субтитры создавал DimaTorzok